Сегодня, как и во всех мечетях Крыма, в Киберджами проходит молебень, посвященная трагедии, которая произошла в городе Керчь. Сейчас имам мечети читают дуа, что подобных случаев больше не повторилось. С этих слов началась молитва. Именно так имам мечети Киберджами призывают людей не совершать ужасные поступки. В центральную мечеть Симферополя сегодня пришли сотни мусульман. Пускай Всевышний Аллах даст терпение, конечно, потерять родного человека – это очень сложно. Пускай такое больше ни с кем не произойдет. Будучи имамом, выражаю свои соболезнования семьям, у которых погибли дети. Сегодня на площади Ленина в Керчи состоялась церемония прощания с погибшими. Среди них один мусульманин, которого похоронили по всем канонам религии. Многие до сих пор не могут смириться с прошедшим. Людям остается одно – выражать соболезнования семьям погибших и читать молитвы. 17 октября многие запомнят надолго. Ведь этот день стал фатальным для 16 студентов и 5 преподавателей колледжа. Многие задаются вопросом, как 18-летний парень смог совершить такой поступок, что подвигло его на это страшное преступление. Во-первых, это трагедия всего народа. Мы должны такие вещи пресекать заранее. Любить каждого человека, особенно своих близких. И всегда мы братья. Кто бы ни был бы, он человек. А человек должен беречь друг друга. И очень соболезноваю, сочувствую, раздеряю горе. Пусть таких вещей никогда, чтобы во всем мире и в Крыму не было таких событий. Пусть мир и стабильность будут в любом человеке. Такие траурные акции состоялись во всех мечетях Крыма и России. Молебны прошли и в православных храмах. А у здания политехнического колледжа продолжают гореть свечи. Люди продолжают нести цветы и игрушки к месту трагедии. Минуты молчания память о погибших почтили сегодня и депутаты Госдумы. Вся Россия скорбит вместе с Крымом.